В центре Сочи это будет основная площадка для болельщиков. К работам профессиональные монтажники здесь приступили еще 10 мая. Все сборно-разборные конструкции, а это около 200 тонн, были доставлены на автомобильных фурах из Москвы, Ростова и Санкт-Петербурга. Только вес одной сцены 87 тонн, а высота телевизионного экрана 23 метра. Большой экран площадью 90 квадратных метров рассчитан на работу даже при ярком ослепительном солнце. Все матчи чемпионата мира, которые тут будут транслироваться, болельщики увидят в хорошем качестве. Мы выбирали экран, наверное, больше месяца. Мы перебрали много-много вариантов. Специалист от FIFA приезжал несколько раз в Москву, мы просматривали экраны и выбрали максимальный экран с максимальной контрастностью, чтобы он в Сочи отработал максимально хорошо, чтобы на нем было все видно. Специалисты говорят, на них большая ответственность. Необходимо принять технически верные решения, чтобы экран, расположенный на берегу моря, при влаженном климате и ветре, отработал без проблем на 35 дней. Все монтажные работы завершатся 10 июня. Площадка позволяет вместить сюда единовременно 10 тысяч человек, поэтому, думаю, будет очень комфортно и удобно для всех. Примерно площадка начнет работать в зависимости от начала футбольных матчей в 13-14 часов, может быть и в 15 часов, и завершит работу также 22-23 часа. Соответственно, у нас привлечено почти 100 различных артистов, и зарубежных, и российских, которые будут ежедневно здесь проводить различные концерты. Площадка фестиваля болельщиков FIFA будет торжественно открыта 14 июня в 14 часов. Подготовлена для фанатов, кроме просмотра самих футбольных матчей, развлекательная программа. Это автограф сессии с футбольными звездами, различные конкурсы, концерты. В Сочи на Южном Ало можно будет услышать Бенни и Бенаси, Буррито, Артика и Асти, Касту и других популярных артистов. Безопасность, что в данном случае самое главное, обещают обеспечить на высочайшем уровне. С момента строительства фан-зоны сюда на дежурство заступила и трехлетняя немецкая овчарка Nike, обученная на поиск взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. Такие же фан-зоны оборудуют еще в 10 городах, принимающих матчи Чемпионата мира по футболу.